В таком формате молодежный форум во Владивостоке проходит впервые. «Нанагра-2018» сохраняет традиции прошлых летних школ, прошедших в Пензе, Казани, Москве, Тольятти, Саранске, Ульяновске и Сочи. На 10 дней корпуса ДВФУ превратят в целый город-технопарк, город науки, искусства и технологии. Для нас это большой праздник, большая радость, что к нам приехало огромное количество ребят со всей России. Это ребята, которые получат незабываемый опыт, вместе с нашими преподавателями, вместе с нашими кураторами, мы все вместе станем такой наносемьей. В «Нанаграде» есть свой мэр, деньги, гимн, а также символ – «Нанокод». Кстати, в этот раз ему компанию составил ученый-котик Паша из Приморского океанариума. Поскольку в этом году форум проходит в морском городе, то тотемным животным «Нанаграда» стал не обычный кот, а морской. Здесь будут жить 350 жителей, 255 стажеров, именно так называют школьников и студентов из 24 регионов страны, будут трудиться вместе с учителями, учеными и инженерами из разных городов России. Приморья представляют 33 стажера. Участники форума – призеры и победители Всероссийской образовательной программы «Школьная лига Роснано». Мне интересна химия, биология, физика, и вся наноинженерия, в общем, для меня это интересно. Первый раз приехал в «Нанаград», мне очень нравится наука. Наука мне нравится, потому что моя школа позаботилась о том, чтобы это было интересно, преподносилось интересно. Я уже участвую седьмой раз в качестве куратора, я уже участвую четвертый раз. Мне нравится, потому что это площадка, на которой стыкуются как наука, так и бизнес. И получается какой-то симбиоз между этим. Можно коммерциализировать свои научные знания при этом. К слову, Михаил привлек к участию в форуме и своих младших братьев, а также сестру. Я не буду спрашивать, это братья? Да. Все. А ты как оказался? Братья познакомились. После разделения на команды и получения определенных бандан, участникам «Нанаграда» предстоит каждодневный мозговой штурм. Как сделать волшебную палочку – устройство для управления функциями бытовых приборов. Как повысить эффективность и снизить токсичность противораковых средств. Как создать суперконденсатор будущего. На эти вопросы предстоит ответить самым умным школьникам России. А решение так называемых кейсов, а проще заданий в области инженерии, технологии и маркетинга ждут заказчики. 12 инновационных компаний из Москвы, Владивостока, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Решение кейсов, реальных бизнес-кейсов, которые предоставили наши партнеры. И иногда получаются прекрасные решения, которыми мы гордимся. Надеемся, что в этом году тоже будут звездные решения, которые реально пригодятся нашим заказчикам. В торжественной церемонии открытия «Нанаграда» приняли участие официальные лица Приморского края – ректор ДВФУ Никита Анисимов, а также глава Владивостока Виталий Веркиенко. Для Владивостока это действительно большое событие, потому что со всей страны собрались самые талантливые, энергичные, мотивированные ребята, которые будут решать здесь очень сложные задачи и очень нестандартным образом, я думаю. То есть их молодость, энергия позволят в других подскостях увидеть решение многих серьезных задач, стоящих не только перед компаниями, работающими у нас, но и в целом перед страной. Кроме лекционной программы и работы с кейсами, стажеры получат опыт работы в 25 мастерских, где можно проектировать и проводить исследования на современном оборудовании. А идеи, рожденные школьниками в ходе форума, планируют применять в дальнейшей работе компаний и заказчиков. К слову, большое количество заданий связано с технологиями производства и выводом на рынок новых продуктов. И кто знает, быть может совсем скоро именно благодаря школьным умам волшебная палочка превратится из сказочного атрибута в реальную технологию. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова